Здесь, на пересечении улиц, нефтяников и молодежной, к осени обустроят многофункциональный сквер. На месте пустыря появится новое место для отдыха, а также обустроенная автостоянка площадью более полутора тысяч квадратных метров. Эскизы проекта уже готовы. Как отметил глава Губкинского Андрей Гаранин, создание города комфортного для человека – одно из важных направлений развития. Сквер – это будет определенная зона рекреакции. Для жителей города можно будет погулять с детьми, посидеть на скамеечке, посмотреть на всякие тематические фигуры. Будут тренажеры для инвалидов, будут детские игровые площадки от 3 до 6 лет, от 6 до 13 лет. Будет обустроено все, чтобы жителям 13 микрорайона было комфортно жить в этом микрорайоне. Существующий сквер «Сказочный» в 14 микрорайоне обретет вторую жизнь. Здесь проектам предусмотрено дополнить место площадками для развлечений, качелями, каруселями и игровым комплексом. Планируется и несколько спортивных зон – площадка для скейтборда и роликов, велосипедная дорожка и тренажеры. Также там планируется площадка для маломобильных групп населения. Будут также дополнительно пешеходные зоны. Дополнительно также будет 14 малых электричественных фондов. По «Сказочному скверу» у нас вроде определен победитель. Мы планируем в районе 13 апреля заключить с ним договор. Стоимость этого контракта у нас определена в пределах 14,5 миллионов рублей. Еще один из объектов благоустройства – территория на пересечении улицы Нефтяников и проспекта Губкина. Здесь проектам предусмотрено несколько зон – зеленая, эстетическая зона активного отдыха и Wi-Fi. Главный архитектурный элемент – глобус. Он будет располагаться на площади перед дворцом культуры Нефтяник. Напротив, планируется оборудовать современный канатный комплекс для детей в возрасте от 6 лет. Предусмотрены элементы освещения, а также мобильные скамейки – кубы и вазоны с низкорослыми деревьями. Очень хорошо будет, что в нашем городе будет много мест, в котором можно провести свободное время, чтобы не отсиживаться дома. Большие перемены ждут площадь воинской славы. Это один из самых крупных и дорогостоящих проектов. Не так давно здесь установили еще один экспонат – знаменитый истребитель МиГ-29. Летом появятся две арки звезды, символизирующие начало и окончание Великой Отечественной войны. Памятные плиты, посвященные городам-героям, мемориал «Звезда» с вечным огнем и многое другое. Работы по благоустройству пройдут в 58 дворах многоквартирных домов. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрен ремонт проездов, установка фонарей, урн и скамеек. Вера Устина, Елена Канина, Руслан Утанов, Денис Гимб. Новости Губкинского.